Три цифры. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 457. Событие дня. Эпиграфом взято Иоанна 5.44. А славы, которые от единого Бога, не ищете. Это за 13 марта 2017 года. Сегодня 14 день Евдокии. Маленькие объявления. Игла. По скайпу можете выходить на меня с 4.00 Москвы до 16.00. Заранее только, Сор. Так. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время, без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну и показал, когда. В скайпе на моей страничке и на других ресурсах Одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Ну вот я им отвечаю. Так. Это у меня вчерашний день. Какие были события? Событие такое. У меня выписывают книги. А тут получилось так. Я отправил за свой счет в Данию. Никогда такого не было. Книга дошла. Книги дошли туда. И не отдали. И от нас затребовали доказательства. Видимо, что я автор книг. Я написал на английский. Никита Колесников помог. Одно послание. Второе. Там, кажется, три послания. Не повлияло. И вчера вызывают из Германии посылку. Какая? Возврат. Володя пошел и получил. Я специально хотел показать. Вот смотрите, как. А как это отобразилось за слежением посылки. Принято в отделение связи 10 января 17 года. Какое время? 9.06. Наш Барнавул покинуло место приема. Прибыло в сортировочный центр в Барнауле. Покинуло сортировочный центр. То есть можно было следить. Центр в Москве. Дальше Москва. Москва. Выпущена таможня. Я просто показываю. Москва. Прием на таможню. Покинуло сортировочный центр. Дальше идет Почта России. И дальше 28 января Дания. Прибыло на границу Дании. Обычно так. Мы бы до этого посылали все книги. 38 книг в Испанию. И точно так же. И потом их вызвали. Получили. Они рассчитались заранее. Этот не рассчитался. Человек. Но я заранее послал. И поэтому он настаивает. Скажите сколько вы потратились. Нам пришлось выкупать. Еще раз 260 рублей отдать. Ну с моей-то пенсии. 6523 рубля. Это заметно где-то. Но выкупили мне. Этот человек-то хороший. Он не виноват, что не отдали. Дескать, ваши затраты. А книги-то он не получил. Не получил. Я заплачу за вас. Ну я говорю не надо. Мы сами заплатим. Прибыло на границу Дании. Прием на таможню в Дании. Дальше. Таможенное оформление. Какого? 28-го. Оформление. 29-го. 21-го февраля. Тут января. Уже февраль. Дания. Перенан в доставку по Дании. Дальше. Пересекло границу Дании. 22-го февраля посылка пошла назад. Дальше. На территорию России прибыло 24-го февраля. Прошло регистрацию в Москве. Прием на таможню в Москве. Выпущена таможня. Перенан в доставку по России. Москва. Покинула сортировочный центр. Москва дважды сказала. Дальше. Прибыла в сортировочный центр. Барнаул. 3-го марта. 3-го марта. Прибыла в место вручения. 3-го. 13-го. Получено отправителем. То есть вчера мы получили посылка в Данию. Вот. Интересно, как можно следить. В Америку посылал. Там в Англию. В Австралию. Везде и всегда. А чтобы сама таможня вернула. Это на Украине только было так. Дескать, хозяева не откликнулись. Они дома были. Никто их не уведомил. Ну, Украина. Там смута была, была. А чтобы в такой стране Дании мы там были. Там мои книги в королевской библиотеке были, подарили. Нам очень понравилось в Дании. И чем это вызвано, не знаю. Ну, жаловаться. Ну, а чего жаловаться? На кого? Я тогда сказал, у меня есть запасный склад, небольшой книг, в Англии. Вы только дайте знать, я скажу, и Великобританию вы там созвонитесь, и оттуда тогда получите. Тогда, может быть, легче с той границей будет. Вот какие события были. Для меня это значимые события. Так много потеряно времени и средств. Но книги не испорченные. Мы проверили их. Даже уголки, бывает, где-то бьют и кидают. Нет, все целое оказалось. Ну, и покажем наши ресурсы. Это самое, я люблю мой мир. Вот в нем. Вот как выглядит. Я в шапке с голубем. Это туда не надо заходить. Там это контрольное идет. Вот мой адрес вверху. Кистине 2. Кистине 2. Собачка. Мейл.ру. Второе, очень важное для нас. Это вот. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот кто-то зашел. Сколько нашлепал здесь. Вот когда раз, два, три, четыре, пять. Это даже не хочу говорить. Это, как говорят, флут. Надо будет сейчас срочно проверить и заблокировать. И вот тут что-то пишет. Ну, одно и то же. Как правило, одно и то же. Это нарушение правила. В разное. Одно и то же не ставится. Запрещено. То есть, ну, хулиганство. Даже не смотрю. Но думаю, что так. Николай Астахов. Так, вроде и человек-то хороший. Тогда я виноват. Я думал, новый кто-то пришел. Ну, если он во всех по-своему, а не одно и то же. Я даже не посмотрел, кто. Ну, посмотрим сообщение. И большой у нас православный видеоканал. Количество я точно не знаю сколько, но 6700 или 800 роликов у нас здесь. И во свете Библии большой православный библейский сайт. Очень большой. Очень тяжеловесный. 50 книг каудио здесь моим голосом насчитаны. Но самое ценное, я считаю, это вот 4124 ответа по темам. Ответы на вопросы. И вот темы мы начали тут вверху, потом бросили. Тут до болезни, кажется, дошли. А теперь начали с церковью. И сейчас 45 папок. Здесь 48 смерть. Ну, обычно вот так вот к ней его смерть. Вот она открывает ее. Смотрите как. Вот я ее нажал. Она должна открыть. Сейчас не открывает. Ну, еще не открывает. Видимо, заклинило. Ладно. Там одни только вопросы откроются. На любой вопрос ткнул. Вот еще. Она, кажется, закрыла ее. Не дает. Еще себе. Вот она-то отдельно будет. Ну, ладно тогда. Мы сейчас будем... У меня здесь они сняты. Тут она не влияет. Даня это убрать. Вот. Показывать больше некому. Вот. И здесь код о смерти. Это может быть здесь. Это не в интернете. Так, Володенька, этот уехал, Никита. Подходи, читай. Вопросы мне задают. 1561. Шестой том, открытым оком. Какие чувства могут у христианина преобладать, когда он слышит о смерти врагов своих? Я что, про Данию говорил? У тебя там что-то записано? Да. Дальше. Вот как я отвечаю. Какие чувства могут быть у христианина преобладать, когда слышит о смерти? То есть все, что о смерти вопросы задавали мне в университетах по радио, я их отвечаю. Отвечаю по Слову Божию. Ответ. Притчи 24, 17 по 18 стих. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он спотнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Вот так. Иов 31, 29. Радовался ли я по гибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Это возвышенное чувство прощения врагам является вершиной в христианстве. Матфея 5, 44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас, и гонящих вас. Мы молимся за всех гонителей, за всех. Великодушие в прощении врага возвышает человека, дает возможность большего наслаждения, чем упоение кровью поверженного соперника. Притча 17, 5. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердный помилованным будет. Мне пришлось пережить многих моих врагов. Кто бы ни писал кляузы, они все наказаны. Я всегда молюсь перед Богом, чтобы Бог простил этих клеветников и привел их к раскаянию. Но они один за одним сходят со сцены. В поганейшей газете МК на Алтае писали не раз припохабные статьи против меня. Московский комсомолец. Такая поганая газета. Иногда даже и без подписи. Во время суда я узнал, что писал Самульцев Александр Евгеньевич. Со слов Петренко. Владимира Сергеевича. Идеолога КПСС. Но вот один парализованную руку не повернет к себе. Этот идеолог ее парализовала. А о другом вдруг читая в Алтайской правде за 13 мая 2003 года, что он найден мертвым в подвале. Главного редактора этой газеты порезали. И что-то еще хуже того сделали. Тот юрист Сайк исчез от них. Суды против них мною полностью выиграны в законном суде. Они достойны великой жалости. Кого-то с работы выгнали, кого куда. Просто такой ужас. Мне в кровавой прокуратуре говорят, что такое говорят. Я говорю, так что я ссорил с ними так. А все равно на душе приятно, что правда торжествует. Не радуясь погибели, но радуясь любящему Богу, что он так защищает нас. А в врагах тоска. Меня судили, государственная власть, коммунисты, 86-й год, август месяц. Я еще не вернулся, а прокурор уже умер. Следователь совсем молодой. Ну какой молодой-то там, под 50 лет-то. Гармари, какая-то болезнь-то, гармари. Умер внезапно. Я кого не посмотрю, никого нигде нету. Они достойны великой жалости. Радуюсь торжеству дела Божия. Если бы с ними несправедливо поступили, то тогда бы было сочувствие. 1 Коринфянам 13,6 Не радуются неправде, а сорадуются истине. Представить себя на их месте, да еще с нашим характером, неуемной энергии. И при полной темноте, то есть в неверии. Чтобы еще более того, не наворочал. Не наворочал. Так что, да будут преданно забвению преступления всех против меня. И теперь у меня стихотворение, видите, какая вот строчка, на строчке в конце написано, откуда взято. Видите, места писания. Каждое стихотворение, 9 куплетов, 4 строчки в куплете, 36 раз открыть надо Библию. Учись, душа, премудрость познавая, Сумеем избежать конфликтов, мятежей, Как наточить топор, об этом ты узнаешь, Стать миротворцем среди жен, мужей. Учись, сынок, и воскресай из мертвых, Сверяясь по Писанию сверх сил, Дурнове отдирая острой теркой, Так в детстве каждого его отец учил. Имея специальность не одну, Ты сможешь в душах распахать, рассеять, Жизнь сохранить и выиграть войну, Стать человеком Божиим, Моисеем. Учись, сынок, умей прощать обиды, Великодушно строя вечный дом, Свободно петь псалмы царя Давида, Примером в мудрости пусть будет Соломон. Не бойся, научись кроить одежду, Божественную испросивших страха, И о болезни озаботься прежде, Учась премудрости у древнего сираха. Учись, дочурка, сохранивши детство, Уцеломудрись в утренней молитве, Как хорошо Христовой стать невестой Вслед за иглой, скрепляющей ниткой. Учись возвышающим канонам, Характеру Христа, Сына Марии, В своих грехах не смей искать виновных, Не породнись с лукавишей клифдой. Учитесь у природы, друг у друга, Напрасно день прожили, не учась. Слепой духовно ходит жизнь по кругу, Поесть, поспать, и так за часом час. У ног Христа благое избирая, Свидетельствуй другим о той любви. Наследницей дарованного рая, Свободным и ликующим живи. Вот, это один вопрос, И вопрос этот отвечен. Так, теперь мы снова заходим, Еще берем один вопрос. Вопрос 1921, 7 том. Говорят, что герои смерти не боятся, А их пуля боится, И смерть не берет. Так и это. Это мне вопросы в университетах, По радио задают. Я теперь отвечаю, Согласно Библии, Согласно житей святых. Что говорится? Ответ. Что угодно, только не это. Как можно говорить о том, Чего ты не видел и не испытал? Кто был там, за грани знаемого, Те уже ведут себя далеко не по-вчерашнему. На это есть и примеры из житей. Бог отодвинул смерть, Стоящую в изголовье по ступеням, И сразу же в другой тональности Зазвучали песнопения. Четвертое царство, 20.10. И сказал зеке, Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится день назад на 10 ступеней. Исайя 38.15. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, Там помня горесть души моей. Вот так. Афанасий Печерский, 2 декабря. Это жития святых по-старому. Их кавычки открыты, видите. Везде кавычки открыты, я только копирую. Как только наступило утро, Игумен пришел с братью к умершему, Чтобы совершить его погребение. И вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив. И стали его спрашивать, как он жил. Как он ожил. Как он ожил. И что видел или слышал. Он же в ответ говорил только одно. Спасайтесь. Но они стали еще больше упрашивать его, Желая услыхать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им. Если вам я скажу, То вы не поверите и не послушайте меня. Братья же поклялись ему. Клясться нельзя, однако поклялись. Что они соблюдут все, что он скажет им. Тогда воскресший сказал им. Имейте послушание во всем. К Игумену. Кайтесь каждый час. И молитесь Господа Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, И преподобным отцам Антонио и Феодосию. Дабы здесь, в этой обители, Кончить жизнь свою. И удостоиться быть погребенными Со святыми отцами в пещере. Ибо эти три добродетели выше всех других. Видишь, какое добродетели какие дает? Если кто исполнит все сие, Как подобает почину, блажен будет. Только бы не возгордился. О, впрочем, не спрашивайте меня, Но умоляю, простите меня. Сказав это, он пошел в пещеру И затворив за собой двери, Пробовал там безвыходно двенадцать лет. Мертвец этот. Никогда после того он уже не видал солнца. Беспрестанно день и ночь плакал. Кушал лишь немного хлеба и воды. И тут только через день. И во все это время Не сказал никому ни одного слова. А нет бы, если воскрес, Да он пошел бы везде проповедовать, Начал бы Евангелие переписывать, И все подобного. Даже на это и намека никакого нет. Вот это вот наше православие. Беспрославие. Вопрос сто девяносто третий. Первый том открытым оком. Помогут ли неверующим в загробной жизни Добрые дела, которые он делал, Живя на земле, Хотя так и не уверовал до конца жизни. То есть хорошие люди бывают и коммунисты, Добродетельные, помогают людям. И вот вопрос задали мне. Я не отвечаю ни одного слова своего. Заметьте, сразу кавычки открыты, И что говорит Бог? Люди не ко мне пришли к Богу. Вот ошибка сегодняшних священников. Он говорит, говорит, а ничего нигде нет. Ответ. Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно, Ибо надобно, Чтобы приходящий к Богу веровал, Что он есть, и ищущим его воздает. 1 Иоанна 5.10 Верующий в Сына Божий Имеет свидетельство в себе самому. Не верующий в Богу представляет его лживым, Потому что не верует в свидетельство, Которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. По человеческим меркам, Любая добродетель, От кого бы она ни исходила, Имеет одинаковую ценность. Помог, значит помог. А у Бога выглядит так. Тщательному рассмотрению подвергается намерение. 1 Калифин 4.5 Посему не судите никак прежде времени, Пока не придет Господь, Который осветит скрытое во мраке И обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Евреям 4.12 Ибо Слово Божие живо и действенно, И острее всякого меча обдувого острова. Оно проникает до разделения души и духа, Составов и мозгов, И судит помышление и намерение сердечное. Слово Божие Библия имеет единого автора, Бога. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, Но изрекали его святые Божие человеки, Будучи движимы Духом Святым. О Боге свидетельствуют две книги, Видимый мир и Библия, И одна дополняет другую. Но самое точное откровение о Боге В чистом виде – Священное Писание. А язык природы туманный неясный И требует многих исследований в течение тысячелетий. Псалом 18 со 2 по 5 стих. Небеса проповедут славу Божию И о делах руки увещают твердь, Где дню передает речь И ночь и ночи открывает знания. Нет языка и нет наличия, Где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их И до предела вселенной слова их. Неверующий человек оскорбляет Бога своим неверием, Как оскорбляет сын своего отца, Если говорит ему, А я тебе не верю. А это вовсе не так, А ты ошибаешься. Хотя сын и не скажет в данном случае, Что ты отец-обманщик, лжец. Но по содержанию это следует. Всемогущему Создателю Самую существенную истину Лживый, неверующий человек считает ложью, Которая есть изобретение дьявола. Бог считает ценным только то, Что сделано ради него. Неверующий человек, Какой бы он добрый ни был, Делает это все только ради себя самого. И уже здесь получает награду. Его возвышают, Ему воздается честь. Ради будущности, Ради царствия небесного, Он ничего не делает. Так как же он может его ожидать? Оно ему и не нужно. Значит, он его и не получит. Значит, это по совести. А в вестности есть только два места, Рай и ад. Слово Божие категорически утверждает, Что неверующие не спасутся. И им не помогут ни добрые дела, Ни добрые поминки, Ни заупокойные молитвы за них. Вот отдельно посмотрели. И сразу следующий вопрос. Что все по смерти? Вопрос 1022. Третий том. Открытым оком. Скажите, Если человек крещен погружением, Но долгое время не посещал церковь, И не причащался, То можно ли ему причаститься перед смертью? Пригласить священника? Ответ. Можно, Но все подобные вопросы, Они упираются в следующее изречение. Откровение 3.16. Но как ты тепл, А не горяч, И не холоден, То извернут тебя из уст моих. Как Бог примет это? Если ты всю жизнь был, Как вероотступник и предатель, Всю жизнь прожил в мире безбожном, А такая жизнь называется развратом. Иакова 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, Не знаете ли, Что дружба с миром Есть вражда против Бога? Итак, Кто хочет быть другом миру, Тот становится врагом Богу. Бог есть любовь. И если человек при жизни не любил Бога, То он и не соединился с Ним. 1 Яна 2.15. Не любите мира, Не того, что в мире. Кто любит мир, В том нет любви отчей. Зачем же было себя доводить До столь срамно-отступнического состояния? Это очень сильно напоминает тех, Кто оставляет жен с детьми, Поднашившись за своей секретаршей. Брошенная бьется с детьми, И с нечеловеческими напряжениями сил Все-таки поднимает их одна. Уходят годы, Приходит старость, И вдруг он является на экране. Приполз старый, Бесхвостый кобель, Слепой и опоршивейший. Примите меня, дорогая женушка И милые мои детки. Проблудят всю жизнь, Хватая в три рта, Залезут и в партию, И во всякую другую беду. И когда одна нога уже в могиле, Лепится храму. И таких деятелей, Пруд прудей, И в сене церковная полнота, Кому все это нужно? И кого мы обманываем? Ну вот такой ответ. Они так разве будут отвечать? Да нет. Это так отвечать, Да грубо, Да тут можно пасту потерять, Да как это? Я знаю, Их все они говорить будут. Вопрос 3198-й, 18-й том открытым оком. Всегда ли нужно непременно выполнять то, Что завещают умирающие люди? Ответ. Конечно, не всегда. Как можно выполнить то, Что они говорят? И страдавшись от боли, По огорчению, По незнанию. Иные завещают, Кремировать их тело. И этого никогда не должно выполнять. Все сказано умирающими или завещавшим, Что-то еще задолго до смерти, Нужно обязательно проверить по слову Божию. Во свете Библии рассматривать, Соответствует ли это завещание воле Божией. В 34 раза в Библии встречается слово «завещать». И каждое нужно рассмотреть, Что в нем скрыто и где касается нас. Бытие 49.33 И окончил Яков завещание сыновьям своим, И положил ноги свои на постель, И скончался. И приложился к народу своему. Подробность какая. Значит, ноги опустил, а потом поднял. Если человек глубоко верующий, И жизнь так прожил, То он и завещание оставит благое. Стоит прочесть завещание Тавита сыну своему Товии. Тавит 5.1 И сказал Товия в ответ ему, Отец мой, Я исполню все, что ты завещаешь мне. Если бы сегодня умирающие давали такое завещание, Чтобы не пить алкогольного и не курить табака, Разве это плохо, Когда такой наказ был бы выполнен? Иеремия 35.14 Слова Иоанна Адава, Сына Рехового, Который завещал сыновьям своим, Не пить вина, Выполняется, И они не пьют до сего дня, Потому что слушаются завещания отца своего, А я непрестанно говорил вам, Говорил с раннего утра, И вы не послушались меня, О необходимости выполнять доброе завещание, Известное с древности, Галатам 3.15 Братья, Говорю по рассуждению человеческому, Даже человеком утвержденного завещания, Никто не отменяет, И не прибавляет к нему. Умирая, Давид завещал Соломону Отомстить за свое прежнее поругание, И сын выполнил наказ. Ну вот где наказ есть, Просто посмотреть надо, Прочитайте, Третий от Сарс, И просчитайте дальше. Но сегодня разве можно выполнить такое завещание? Иисус Христос дает завещание, Чтобы мы заботились о вечности, И приготовляли себе наследия неоскудевающие, Кормили сирых, Вдов, Принимали странников. Но если по-своему любя нас, Умирающие родители наказывают, Чтобы мы никого не пускали на квартиру, И жилья своего не устраивали в общежитие, То истинная христианка разве может принять За истинное такое завещание умирающей матери? Вот тут-то и выявится, Кого ты выше ставишь, Христа или мать свою неразумную, Которая, быть может, уже миллионы раз На том свете раскаяла за свое безумное завещание. Матфея 10.37 Кто любит отца или мать более нежели меня, Не достоин меня, И кто любит сына или дочь более нежели меня, Не достоин меня. Матфея 25.35 Ибо алкал я, и вы дали мне есть, Жаждал, и вы напоили меня, Был странником, и вы приняли меня. Матфея 25.38 Когда мы видели тебя странником, И приняли, или на гимн и одели, Не имеющие где жить, И есть те самые странники, Которые проложат нам путь в небесные обители, Взамен того, что мы чуточку потеснили в земных хроминах, Которые все равно оставим же когда-то. Третья Яна 1.5 Возлюбленный, Ты как верный поступаешь в том, Что делаешь для братьев и для странников. Мало того, Но награда за странное преимство Обещана уже и на земле, Когда тебя самого постигнет нужда. Луки 16.9 И я говорю вам, Приобретайте себе друзей богатства неправедным, Чтобы они, когда обнищаете, Приняли вас в вечные обители. 1 Тимофею 5.10 Известная по добранным делам, Если она воспитала детей, Принимала странников, Умывала ноги святым, Помогала бедствующим И была усердна ко всякому добрым делу. Это завещание, он поговорит такое. С чем, каких людей принимать? Сделавши дом свой, Старноприимным, Весьма преуспеет и в познании Господа. Римлянам 12.13 В нуждах святых принимайте участие, Ревнуйте о странноприимстве. Римлянам 16.23 Приветствует вас, Гайи, Старноприимец мой и всей церкви. Иов 31.32 Странник не ночевал на улице, Двери мои и отворял к прохожему. Даже язычники знали, Насколько доброе дело быть странноприимным. Почесниться и назначили такой добродетели, Покровителя. 2 Маковейская 6.2 Так как обитатели того места, Пришельцы, Храмом Юпитера, Странноприимного. О, какого еще назвали? Идола. Если в нас есть болезнь, Червоточина, Жадности, Каверна, Эгоизма, Боясь полностью все посвятить для Господа, То это нужно осознавать, А не прикрывать ссылками на завещание родителей. Нужно так и назвать вещи своими именами, И сказать саму себе, Что родные, Плотские дети мне дороже духовных, Братьев-сестер. И ты власти распорядиться Своей квартирой, И жить один будешь. Но сделаешь ли комнату после смерти своим местом, Где будут ликовать ангелы небесные. Я родственникам ничего не подписываю, А совершенно только во Христе. Брат, все. И он, чтобы собирал людей, Так же вели, И как люди были, Пели песнопение духовное, Молились, Прославляли Бога. Луки 13, 19. Оно подобно зерну горчичному, Которое, взяв, Человек посадил в саду своем, И выросло, И стало большим деревом, И птицы небесные укрывались в ветвях его. Сверахова, 14, 15. Не другим ли оставишь ты стержания твои, И плоды усилий твоих, Для раздела по жребию. Если человек называется христианином, А завещает квартиру внукам, Хотя и не знает, Будут ли они верующими, Или если внуки уже взрослые, У них есть квартиры, А эту они продадут, То о чем говорит такое завещание? Что умирающий мыслит Мирскими мерками, И для него духовное родство Не стало выше плотского, А тот, кто подобное завещание одобряет, Он точно такой же. И сколько бы квартир Не оставляли своим детям, Они эти квартиры продадут И прожгут безбожные жизни. Павел желает, Чтобы при недостатке одного Другой мог восполнить его, Чтобы была равномерность. А здесь у одного получается Уже несколько квартир, А духовному брату или сестре Негде жить. Второе, Коринфянам 8 глава С 13 по 15 стих Не требуется, Чтобы другим было облегчение, А вам тяжесть, Но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток Восполнение их недостатка, А после их избыток Восполнение вашего недостатка. Чтобы была равномерность, Как написано, Кто собрал много, Не имел лишнего, И кто мало, Не имел недостатка. От корня крепость дерева зависит, Как много тех корней И глубоко ли. Опасен им подкоп, Особенно лисий. Тех лес не сосчитать, Наперло столько. Ведь некрасив у корневой системы, Но влагу и иные вещества Плоды через транзит ветвей приемлют, И с хлорофилом полнится листва. Толкует ныне много о корнях И о традициях народов От отшедших. Вола убитого, Как пожалел с корняк, На сыромяке Не оставишь шерсти. А корень есть один, Страх божий, Настоянный на вере и писание. Тогда и с суховеи Превозможим Защитную стеною Лесополосами. 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 Стихотворение, Это еще что? Корнями Корнями укрепляем берега, Боясь разжиженности Быстрого разлива. Не стоит здесь Ничем пренебрегать, Скреплять Эдемскую Первоначально глину, Да коли корень цел Даже у пня, Лишь только влагу Корешки поучуют, Побеги ринутся, Ведь дней день ото дня, Гнездится в скорости В ветвях его Пичугом. Взрыв корень, Говорят всегда слепцы, Изничтожители Прекраснейших корней, А корень веры есть И ненародный сын. До времени Заснувших на корме Корнями, Ветками, А также семенами Размножить можно, Украшая сад. Как часто виноградарии Меняли За расплаждение Лисиц И лисенят. Погрызено Идейно И неверием При зрении К слову Бога Иеговы. И потому здесь Полигон для терний. Отслуг такого, Кто в бездне Адской Скован? 09, 09, 06 Игла. Пожалуйста. Вопрос Мотоязыческие предрассудки, Что провидение Нечистая сила Входит через зеркало. И как всякий Предрассудок Он держится Намного прочнее, Чем зерна Истины веры. Святые отцы Советуют искать Не увеселение, А научение О временности жизни. Экклесиаст 7 глава 1, 2, 4 стих Доброе имя Лучше дорогой масти И день смерти Дня рождения. Лучше ходить В дом плача Об умершем, Нежели ходить В дом пира. Ибо таков Конец всякого человека И живой Приложит это К своему сердцу. Сердца мудрых В доме плача, А сердца глупых В доме веселья. С зеркалом Сравниваться небо И закон совершенный. В любом случае Ни о какой вредности Нет и речи. Иов 37, 18 Ты ли с ним Распостер небеса Твердые, Как литой зеркало? Иаков 1, 23 Ибо кто слушает Слово И не исполняет, Тот подобен человеку, Рассматривающему Природные черты Лица своего В зеркале 2 Коринфянам 3, 18 Мы же все Открытым лицем Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся В том же В тот же образ От славы в славу Как от Господня Духа Примода Соломона 7, 26 Она есть Отблеск Вечного света И чистое зеркало Действие Божие И образ Благости его Зеркало Я показываю Куда слово Зеркало Как понимать Вот так Надо понимать А не так Что там Параллельный мир И там Оттуда Умершие Души Являются И проще Серахова 12, 11 Хотя бы он Смирился И ходил Согнувшись Будь внимателен Душою твоей И остерегайся Его Будешь перед ним Как чистое зеркало И узнаешь Что он Не до конца Очистился От ржавчины Вот все пять мест Библии Где упоминаются О зеркале Притом каждый раз Не в буквальном смысле А только в сравнении С чем-то Закрытое зеркало Приравняй К закрытой форточке И на этом Успокойтесь Одно дело Рассматривать фотографию Бракосочетания Или крещения И другое Человека Сфотографированного В огробе Для наших Эмоций Это так Неаппетитно Зеркало Отображает все И в нем Как фотографии Виден покойник И на душе Делается неприятно Ибо мы Боимся смерти Поэтому считаем Считают Что его лучше Закрыть Закрыть А смерти не говорите Смерти нету Как будто бы Смерти не существует Вопрос 192 Первый том открытым оком Да Нечаянным выстрелом Из ружья была застрелена Девочка 15 лет Она не была крещена Крещена Можно ли как-то Помочь ей Чем Можно ли в церкви Поминать ее За упокой Ответ Иван Григорьев 3.18 Верующий в него Не судится А неверующий Уже осужден Потому что Не уверовал Во имя Именародного Сына Божия Марко 16.16 Кто будет веровать И креститься Спасен будет А кто не будет веровать Осужден будет Кажется Вера Кушнея Написала Сихотворение На подобную ситуацию Она в автомобильной Катастрофе Разбилась Во цвете Юных лет Лежит в больнице Заострился Профиль Во взоре Гаснет Жизни Юный цвет Врачи И сестры Не смущаясь Очень Судачат Рядом Будто в стороне Да видно Ей Не дотянуть До ночи И слух Да видно Ей Да Видно Ей Не дотянуть До ночи Да Да Видно Ей Не дотянуть До ночи И слух Поймал Тот шепот В тишине Пришлите Мать Она сказала Строго Велите Ей Скорей Ко мне Прийти И мать Пришла И встала У порога Как бы Боясь Ближе Подойти Мне тяжко Мать Я видно Умираю Меня ты Петь Учила Танцевать Я Я на Умершим И готовы Священника Засыпать Золотом Он же Отвечал Им Заботьтесь О человеке Пока он Живой Когда человек Умер Трудовая книжка Уже Закрыта Второй Коринфян 5-10 Ибо Всем Нам Должно Явиться Присудилище Христово Чтобы Каждому Получить Соответственно Тому Что он Делал Живя в теле Доброе Или худое В церкви Поминать Таких Нельзя Но В частной Домашней Молитве Разрешается Для успокоения Самого Себя Знаю Реакцию Священников На этот Ответ Они Тут же На меня Ярлыки Наклеивать Начинают Баптист Зарубежник Раскольник И прочие Прелести Но Их Ревность О заупокоенных Молитвах Так ясно Пахнет Кормушка Осия 4-8 Грехами Народом Его Кормятся Они И к Беззаконию Его Стремится Душа Их Никакой Гарантии Что Молитва Загрешников Помогла Хотя бы Одному Из тысячи Польза Только Поповскому Кожельку Убийство Совершилось И при всех Ну там Застрели Девчонку Змеи Ярости Змеи Ярости Жестоко По-садистски Расследовать И нечего Убийство Страшный Грех Но Психиатр При нем Лукавейшая Киска Кому Кто заплатил Без векселей Без подписи В валюте В деревянных И зло Лишь Разрослось Дави Смелей Безумство Судей Злых И окаянных Убийцу Оправдали По бумажке По прихоти Безбожных Психиатров Да Были б деньги А уж мы Отмажем В прихожей Усидейского Театра Бандит Безбожник Кришнаит Тупой Облизываюсь Злость С ушей Кровавых Средь Судей Развратителей Он свой Один И тот же Бес Дает им Знания Как обмануть Убитого Замазать Не веря В душу Душу Оправдать Хохочет Демон Прокурор В миазмах Купюру Веером Кому бы Взят Кудать Нахмурились Скрывая Рук Дрожание Блудливо Прячут Жадные Глаза Шут Жеребцов В эротике Ржание Никто Не жмет На совесть Тормоза Убийца Раскрылатился В ухмылке Примеривая Нож В руке Горилла Аффект Экстаз С любым Гвоздем И вилкой Он хоть Сейчас Своим Бесовским Рылом Оправдан Но добавить Здесь По скрипту Отныне Вурдолаку Лиходею Жить только Спискиатром Их В одну Квартиру И на судейской Дочке Закончить Эпопею Оправдан Но добавить Здесь По скриптум Отныне Вурдолаку Лиходею Жить только С психиатром Их в одну Квартиру И на судейской Дочке Закончить Эпопею Для Для Сумасшедших Есть В канонах Льгота Всего Одна И на Одну Петлю Но Почему-то Редко Им На то Охота А значит Шанс Нам Выжить Равен Пол нулю Даже не нулю А пол нулю Хорошо Следующую Вопрос 2184 Восьмой том Открытым оком Чем вызвано Было такое Учение Что нужно Плоть свою Терзать Мучить Ставить В экстремальные Условия Буквально Иничтожать То есть Речь Это о смерти Это папка Ответ Это вызвано Было желание Возвысить дух Над плотью И не дать Ей власти Торжества Над душою Но шло это Не через Возрождение В духе Святом Не через Уподобление Христу При возрождении Свыше Но силой Своего духа Терпение Мужество И это Всегда Говорило Что прибегали К этому Люди Невозрожденные Не знавшие Рождения Свыше Не имеющие Личной Встрече Со Христом И как это Не странно И как это Не страшно Но многие Эти подвижники Были бездуховными Чашка Страдавшими Пытавшимися Сделать то Что никому Никогда еще Не удавалось И они это Ощущали При самих Подвигах Которые Им нужно было Каждый раз Начинать Сначала Они Они не знали Победы Во Христе И этими Своими Подвигами Криком Кричали Мы пытаемся Спастись Своими силами Без рождения Свыше Вот как Надо понимать Это Если Надуманным путем Своим Человеческим А не тем Что открыл Христос В Духе Святом Через апостола Павла Римлянам 7.24 Бедный я человек Кто избавит Меня От всего Тела Смерти Пустыни Были Переполнены Этим Воплем И стоном Самых Известнейших Подвижников И вопияли Они О разделяемом Царстве Это Только Один Бог Знает Сколько И вошли В это Царство А то Что Описатели Этих Житей Приписывают В конце Их Жизни Что Вот Такой Вошел Царство Что Его Понесли Ангелы Что Было Благоухание На всю Пустыню На целый Город Рим Слышали Пение Ангелов То Это Все Может быть Просто Желаемое Выдаваемое Действительное А остальное Что пахнет Что Светится 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 А Светится Точно Остальное Что пахнет Что светится Эти Проделки Постоянно Делать Девол Чтобы Закрепить Тебя В твоем Заблуждении Как говорит О том Тот же Антоний Великий Победа Только во Христе И притом Мгновенная В момент Встречи Со Христом Очень И очень Похоже Что Никто Из пустынных Учителей Не вывесил Плакат На воротах Своих Монастырей И Монастырской Зоной Или На вышке Вот эти Слова Победы И торжества Духа Над плотью Одержанной Христом Вот эти слова Которые Я говорю Римлянам 6.17 Благодарение Богу Что вы Быв прежде Рабами греха От сердца Стали Послушны Тому образу Учения Которому Придали себя 1 Коринфянам 15.57 Благодарение Богу Даровавшему Нам Победу Господа Нашим Иисусом Христом 2 Коринфянам 2.14 Но Благодарение Богу Который Всегда Дает нам Торжествовать Во Христе И благоухание Познание Себе Распространяет Нами Во всяком месте Вот это бы Лозунги-то Повесили такие Все бы изменилось Очень И очень Похоже Что никто Из устроителей Полюбившихся Им Монастырей Не изучал Послания Апостола Павла К римлянам 7.8 Главы А в этих Главах И находится Приговор И разрушение Всех Монастырей Их Ненужности Кипит Котел смерти Мы родились И живем В природе Греха Где все Заражено Грехом Они пытались Убедить Христа Что он Не прав В своем Подвиге Грехом Пришел На морозе Грехом 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 Все Все Грехом 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 Какое Грехом 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 Кроме Того Старец Просил Чтобы Братья Не пекли Без него Хлебов Ибо Он Веровал Что Занимающийся Этим Делом В тех Святых Местах Будет Велика Награда На небе Так Как В Палестине Было Обычай И Сдерживать Из лишь Хлеба На Страрников Приходьих Покланиться Тамочным Великим Святыням Хлебницы предпочтительно перед другими работами преподобный Георгий топил печь. Занятие это особенно тягостно в тех местах в летнее время, когда от сильного зноя тают даже свечи на церковных подсвечниках. Но преподобный Георгий, несмотря ни на какой зной, неустанно работал в хлебнице. Дважды и трижды в день растопляя печь и приготовляя хлебы. Другие из братьев не могли переносить такой работы и постоянно чередовались. Поэтому неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли его Железным. Так подвязался сей земной ангел и небесный человек, назидая своими подвигами и других. Когда я учился в техниках, нас послали разрушать печь, где обжигают кирпич. И туда бросали поддоны деревянные. Воды сколько поливают, ничего нельзя было сделать. Полчаса поработают и уходят, а мне приходилось работать по 8 часов. А у них сразу носом кровь идет и человек теряет сознание. Огонь! Григорий Критский, 5 января. И здесь горько оплакивал смуты, которые волновали тогда христианские церкви. Впоследствии святой подвижник затворился в телесной келье. В тесной? В тесной келье, да. Отсюда выходил он, одетый в одну, только кожаную одежду, чтобы наносить воды в пчан, стоявший у монастырской ограды. Исполнив эту тяжелую работу, преподобный уединялся в своей келье и здесь совершал келейное правило. Так, подвязаясь к добрым подвигам, он придал в руки Божьей святую душу свою. Марк, певец, 25 января. Отвратив свою душу от мирских облазнов, юноша удалился в селение Амиру и устроил себе там небольшую хижину, в которой провел 37 лет. Много страдал в этой хижине, преподобный от сырости, которая вредно действовала на его здоровье. Но уже уйти никак нельзя. Но не хотел оставить своей хижины и прожил в ней до конца своей жизни. Преподобный Марк отличался простотою и не терпел лукавства, а бедность считал за величайшее благополучие. Прожив 90 лет, он удовольствовался одеждами из кожи и шерсти, а для подкрепления телесных сил потреблял немного хлеба с солью. Совершив долгий свой и спасительный подвиг, святой мирно придал дух свой Богу и ныне блаженствует в вечных обителях. Главное, что он делал, а в вечных обителях откуда они это знают? Михаил Клопск, 11 января, кавычки открыты. Нет возможности рассказывать о тех великих трудах, которые подъял преподобный Христа ради. От подвигов и воздержания тела его уподобилось кобытение. Ну, давай, что ты так сдался-то? Считай воодушевленно. Серафим Саровский, 2 января, кавычки открыты. Спал старец в последние годы своей жизни, сидя на полу. Сидя? Ну, почему не сидя на полу, сидя? Сидя на полу, спиной прислонившись к стене и протянувши ноги. Иногда же преклонял голову на камень или на деревянный обрубок, или ложился на мешках, кирпичах и поленях, находившись в его келье. Приближаясь же к минуте своего отшествия всего мира, становился на колени. И спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову. Пищу он вкушал однажды в день, вечером, а одежду носил убогую и бедную. Серапион, 14 мая, кавычки открыты. В Египте проживал один старец по имени Серапион, носивший прозвище Синдонита, так как прикрывал свою ноготу телесно только одним плащом. С юных лет он проводил жизнь иноческую. Он не имел никакого имения, не имел даже и келью. У него не было пристанища, и он проживал, как птица небесная. Никогда он не входил в дом для того, чтобы отдыхать в нем или покоиться на ложе. Он носил на себе лишь один небольшой плащ и имел всего только одно небольшое Евангелие. Серапион ходил с места на место и останавливался ночевать там, где застигла его ночь. Утром следующего дня, встав от сна, он не оставался на том же месте, но снова продолжал путешествие свое, как бесплотный, причем многие называли его бесстрастным. То есть всю жизнь он ходил и ходил и ходил. Пахомий Великий, 15 мая, кавычка ответы. Что касается меня, говорил святой Пахомий, я бы предпочел приготовить кушание разных видов и сварить всякого рода плоды и поставить все это перед братьями, чтобы им, если они будут обуздывать свои желания и добровольно, ради подвига, отказываться есть это, совершить великое и доброе дело перед Богом. Так, ты так прочитал, что не поймешь, что ли хотел он есть, что ли не хотел, ни запятых, ничего нет, я вижу, сквастился совсем, спекся. Считай внимательно. Феодосий Печерский, 3 мая, кавычки открыты. После этого блаженный отправился в кузницу и поручил там кузнецу сковать себе железный пояс в виде цепи. В виде цепи. В виде цепи, да. Этот тесный и до крови, врезавшийся в тело пояс, он надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не снимал. И вот, когда он стал одеваться, мать увидала на его хитоне нижней одежде кровь. Как ни старался отрок скрыть это от нее, желая узнать, почему тело отрока было в крови, мать стала внимательнее вглядываться и, заметив на теле юноши железный пояс, убедилась, что кровь текла из ран от врезавшегося в тело железного пояса. Разгневавшись на Феодосия, мать разорвала на нем хитон и с побоями сняла с сына пояс. Это уже в матери поношение. Это не садизм, ничего. Нет, это святость православная. Симеон Демногорец. Видишь, я выбрал 1173 жития и вопрос, почему они угнетали тело свое. И у меня вот ответ. Пускай даст там Госипов или кто. 24 мая. Кавычки открыты. Однажды блаженный Симеон попросил себе у приходивших к нему крепкую и жесткую вельм. И тайно от всех обвил ею тело свое, так что вельм проникла до костей его. Тело его покрылось язвами, из которых изливалась кровь. Влосяница. Влосяница. Да, влосяница из такой грубой шерсти, верблюжьей какой, одежда была. Влосяница, будучи смочена кровью, прилипла к телу святого. Начала уже гнить плоть его. Но святой Симеон мужественно переносил подвиг свой. Наконец начал исходить смрад, отгнивший плоти его. Это все говорится в одобрении, в одобрении. А тут у меня, видишь, бумажку на столе. А еще у вас такой беспорядок. Да какой у меня беспорядок? Каждую пылинку собираем. Иноки, восходившие к нему на столб, не знали сначала, откуда исходит этот смрад. Потом же, поняв великий подвиг святого, возвестили обо всем Абве Иоанну. Иоанн, ужаснувшись столь великому подвигу, приказал мало-помалу вынуть веревку из тела Симеона и запретил ему предавать тело свое столь лютым мучением. Если к нему приходил кто-либо, не имевший одежды, то он, сняв с себя одежду свою, отдавал пришедшему. Сам же прибывал на гимн. Так поступал он не только летом, но и зимою. Столь же Иоанн не один раз облекал его в одежду. Хотя он и не хотел этого. Опасаясь, как бы отрок не умер от холода и стужи. Отрок еще, отрок молодой. Но отрок, ударяя себя в грудь, плакал, говоря, горе мне, окаянному. Вот святые сорок мучеников ради имени Христова терпели. И холод и стужи в озере. А я боюсь и немного померзнуть. Как же в таком случае я спасусь от вечного скрежета зубного? То есть зубного. Ну, дальше. Каким образом я могу получить одну участь со святыми? Ну, никак. Христа нету вообще нигде. Не поминается ничего. Своим путем, только веревкой, мазохизмом вот этим. Старец же, огорчивший, сказал, что еще хочет сделать с собой Симеон? Вот у тебя лишь недостойок ножа, чтобы ты умертвил себя. То есть остается только одно еще, зарезать. Спустя некоторое время Симеон придумал такое мучение для плоти своей. Он сел на ногах своих и не вставал в продолжение целого года. Бедра и голени преподобно начали вследствие этого гнить. Так что огниение распространялся кругом с мрад. Почему они говорят, что и духовно такой же от него с мрад был? Этого не скажут. А Ваян, призвав врача, просил его врачевать язву Симеонову. Но Симеон, улыбаясь, сказал, «Жив Господь мой, да не прикоснется ко мне рука или помощь человеческая». Так откуда ты нам взял? Да взял ты из монашества, которое он видел рядом. Он не придумал ничего, он только боли усилил. Господь же благодатью своей подал ему здравие. И встал отрок, будучи здрав обеими ногами и бедрами, та, что не имел на них совершенно никаких следов. Язв от ран. Став на колено, святой возносил долгое время благодарение Богу за свое исцеление. Петр Афонский. 12 июня. Кавычки открыты. Вопрос задан. Сколько жития святых приложу здесь? Так преподобный провел в безмолвии, пощении и молитве 53 года. Да по одному бы человеку в год, только сказал уже, 53 человека бы евангелизировал. Ни одного за 53 года. Это святость православная. Ну, такие строят храмы, никого нету. Прожив на горе столько лет, преподобный не видал лица человеческого. Не имел одежды, чтобы прикрыть наготу своего тела. И ничего такого, что потребно человеческому естеству. Только небо было его покровом, а земля по стелью. Летом его опалял солнечный зной. Зимой он мерз от холода. Все это он терпел ради любви Божьей и будущего воздаяния. Слово Христос в Библии не упоминается нигде, нету. Любви Божьей. Откуда ты узнал, что Богу это нужно? Ануфрий Великий. 12 июня. Кавычки открыты. Потом я, смиренный повнутий, спросил его. Очень честный, многие ли труды предпринял ты в начале твоего пребывания в пустыне? Блаженный старец отвечал мне. То есть Ануфрий отвечал повнутия. Имей мне веру, возлюбленный брат мой, что я предпринял столь тяжелые труды, что уже много раз отчаивался в жизни своей, считая себя близким к смерти, ибо я изнемогал от голода и жажды с самого начала пребывания в пустыню. Прибытие. Прибытие в пустыню. Я не имел ничего из пищи и питья. Случайно разве только я находил пустынное зелье, которое и было мне пищей. Жажду же мою прохлаждала только роса небесная. Жар солнечный сжег меня днем. Ночью же я мерз от холода. Тело мое покрывалось каплями дождевыми от росы небесной. Чего другого я не претерпел. Каких трудов и подвигов не предпринял в этой непроходимой пустыне. Ты вот считаешь неправильно. И чего другого я только не претерпел. Перечисляю. Ты чего-то еще не делал с собой. Уж сказать не могу. Аминь. Олимпий Столпник. Олимпий. А, Олимпий. Олимпий. 26 января. Кавычки открыты. Преподобный же снял со столпа легкий навес, бывший над его головой. И стоял, имея небо своим единственным покровом, мужественно перенося стужу и зной, дождь и град, снег и мороз. И был он таким добродетельным мучеником, не краткое время, но 53 года, страдая на своем столпе, как бы пригвожденный ко Христу. Кто от него требовал, что слова Христа вообще нигде нету. И это все за образец. И в серии пустынник, 15 февраля, кавычка открытый, о месте рождения и родителях всего преподобного не сохранилось никаких сведений. Известно только, что первоначально он поступил в один монастырь, а потом оставил его, взошел на вершину горы, близ которой было расположено селение по имени Осиха. И сложив там из сухих камней себе ограду, стал изнулять тело свое. Во всю свою жизнь он ничего другого не носил на теле, кроме кожаной одежды, а питался только квашеным горохом и бобами. Ты фасоль-то твори, нам бобы-то вари. Пренебрегая телесной немощью, преподобный поступал так до самой глубокой старости, когда уже все зубы его выпали, так что нельзя уже было разжевать ими пищу. И мужественно, перенося всякую непогоду, никогда не жил в доме. Лицо у него было сморщено, и все члены тела до того истощены, что поезд не мог держаться на нем. Так исхудали его ноги и поясница. Это за подвиг считается? Петр Патриций, 1 июля. Кровички открыты. Затем, удалившись в уединенное безмолвное место, устроил себе здесь небольшую келью, в которой и прожил 8 лет, нося на теле колючую властеницу и во все годы почнической жизни не обувая ног. Он страшно истощил себя постом, бдением и прочими иноческими подвигами. Смотри, страшно на него было, вот почему так. Александр Свирск. Свирский. Свирский, да. 30 августа. Никто никогда не видел его лежащим даже на рогоже или возливающим на тело свою воду. Одежду ему служил сделанный из грубой ткани подрясник, настолько сильно истертый, что на нем нашито было множество заплат. Ну а меня осуждают за это. Многие неразумные люди издевались над ним и поносили его. Вот и неразумные надо мной и смеются. Но он такие поношения принимал от них с радостью. Вот так. В заключении он завещал им, чтобы и после его смерти никто из них не держал у себя никаких опьяняющих напитков. Вот это, ребята, подражаю ему. Облегчи нам страдания Божия. Мы как звери сгнездились в пещеры. Иначе, читайте сами. Все. Не могу уже. Не можешь. Облегчи нам страдания Божия. Мы как звери сгнездились в пещеры. Жестока наша гранитная ложа. Душа нам без лучей и без веры. Водя. Самоцветные камни блистают. Вдаль уходят колонн вереницы. Из холодных щелей выползают саламандры, ужи и мокрицы. Наши язвы наполнены гноем. Наше тело на падаль похоже. О, простри над могильным покоем. Покрывало последнее Божие. 1894 год. Валерий Брюсов. Ты, наверное, подумал, что я считаю свое стихотворение. Все, Игнатьев Иванович. Надо было найти. Все? Все, да. Во славу Божию.